С последними событиями к этому часу новости на ННТС в студии Махач Курбанов и короткий анонс. Я лично возглавил Объединенный оперативный штат по дегазификации, а также реализации проблемных вопросов энергетики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Возглавил сам Сергей Меликов. Будет лично руководить Объединенным штабом по дегазификации Дагестана. Ковшом по бизнесу мэрия Махачкалы начала массовый снос незаконных пристроек возле кафе и торговых центров города. Депутаты не соберутся. Очередную сессию парламента республики перенесли из-за ковидных ограничений. Зарубил топором. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве жителей Астраханской области. Духовность, состояние души и поиск жизненного смысла. В Дагестанском музее ИЗО открылась уникальная выставка Абдулгамида Канаева. Сергей Меликов лично возглавит Объединенный оперативный штаб по дегазификации республики. Об этом глава региона заявил накануне в ходе встречи с журналистами республиканских СМИ. Пресс-подход состоялся сразу после совещания, на котором обсуждались итоги работы регионального штаба, который занимался этими вопросами. Проведенную работу в этом направлении Меликов назвал неудовлетворительной. Главная проблема, по его словам, это неясность в определении собственников и путаницах документации объектов газового хозяйства. Для оптимизации работы в данном направлении теперь определены конкретные задачи и ответственные за их реализацию чиновники. Сегодня решение такое. Я лично возглавил Объединенный оперативный штаб по дегазификации, а также реализации проблемных вопросов энергетики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Образованы две рабочие группы, одну из которых возглавит министр энергетики, другую министр строительства. Соответственно, по решению вопросов догазификации и по решению вопросов реформирования ЖКХ. Курировать или заместителем руководителя оперативного штаба будет один из вице-премьеров, который курирует эту отрасль. В частности, это Мажонс Мануэл Людвигович. Сегодня даны достаточно жесткие и весомые поручения руководителям муниципальных образований. Потому что исполнение тех задач, которые нам определил президент и которые мы сами перед собой поставили, они невозможны без устранения тех первопричин, находящихся в сфере деятельности муниципальных образований. Например, мы хотим, чтобы у нас до каждого дома был доведен газ. Хотим же, чтобы у нас в каждом домовладении газ был подведен. Но для того, чтобы он был подведен, этот газ должен знать, куда он должен идти. А когда у домовладения нет даже адреса, мы эту трубу куда поведем? Это тоже проблема, которая не один десяток лет существует в Дагестане. Значит, мы должны оформить домовладение. Для того, чтобы оформить домовладение, мы сегодня включаем систему упрощенки. Да мы настолько упрощаем вопрос оформления домовладения, что мы не только позволяем это делать бесплатно, но и берем на себя обязательство оформить документы в трехдневный срок. Вот чего еще не хватает? Что нужно еще сделать? Наверное, нужно кому-то из нас с вами или из чиновников поехать из-за этого гражданина самому оформить на этого гражданина домовладение. Хотя я знаю, что, например, большинство добропорядочных граждан, они готовы это сделать. Но существует определенная проблема на уровне муниципалитетов. Поэтому сегодня руководителям муниципальных образований были определены достаточно жесткие задачи, жесткие сроки, для того, чтобы людям создали условия, после реализации которых они смогут получить газ. Мэрия Махачкалы продолжает комплекс мероприятий по высвобождению городских тротуаров от пристроек коммерческих объектов. Демонтаж лестниц и заборов начался от объектов общепита на Каркмасово и Аракского и продолжился торговыми центрами на проспекте Шамиля. Напомним, глава города Салман Дадаев неоднократно предупреждал бизнесменов о необходимости соблюдения строительных норм. Работа в этом направлении началась еще в 2020 году, сообщили пресс-службе мэрии. Тогда многие владельцы коммерческих объектов сами убирали пристройки. Однако большинство предпринимателей с этим не торопились и теперь наблюдают работу тяжелой техники около своих магазинов и кафе. Депутаты в четверг не соберутся. Сессия Народного собрания, запланированная на 27 января, перенесена из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. В повестку предстоящего заседания было включено 6 вопросов. Несколько законопроектов депутатам предстояло рассмотреть во втором чтении. Следующая дата сессии пока не определена. В Буйнакске задержан подозреваемый в убийстве. По версии следствия, мужчина нанес несколько ударов топором в разные части тела своему знакомому в ходе возникшего конфликта. Убийство произошло в Астрахани 19 января в квартире, где они проживали вместе. В результате полученных травм житель Астраханской области скончался на месте. После произошедшего злоумышленник на автомобиле жертвы уехал в Дагестан, где его и задержали. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Проехал домой вечером, с кем жил. Посидел в винове, пообщаюсь, в игры спать. Под утром мне 4 часа будет, начинает ко мне приставать. Видео мне в Саке показывает. Я думал, сначала он покоруется, потом начинает приставать. Срезалось у нас 2 костюма. И вот то, что в улице мне попалось, я его топнул на кроват и два раза его топал. Два раза и один раз. Ну, не меньше двух раз я его ударил. Количество больных коронавирусной инфекцией растет как по всей стране, так и в Дагестане. Главной причиной роста специалисты называют низкие темпы вакцинации. Прививочная кампания во многих городах и районах оставляет желать лучшего. Между тем, есть и муниципалитеты, которые стараются вести данную работу активно. О том, как процесс поставлен в Ботлихском районе, расскажет Асель Манапова. На сегодняшний день в Ботлихском районе привилось около 60% населения от общего числа подлежащих вакцинации. Это, по словам врачей, позволяет избежать тяжелых последствий болезней. На данный момент заболеваемость, эпидобстановка неблагоприятная, заболеваемость увеличилась. Но в связи с тем, что пациенты в большинстве вакцинированы, заболеваемость протекает в очень легкой форме, в виде простого ОРЗ, ОРВ. То есть насморк, пешение в горле, кашель в такой форме или абсолютно никакой симптоматики нет. В районной поликлинике сейчас имеются три вида вакцины – спутник лайк, гамковид и ковивак. Люди могут сами выбрать, каким именно препаратами привиться. Мария Мсалиха выбрала двухкомпонентную вакцину и пришла, чтобы сделать вторую прививку. Призываю всех своих родственников и жителей нашего городского района вакцинироваться. Всех желающих привиться в поликлинике консультируют врачи. Как отмечают медики, в последнее время многие местные жители начали активнее посещать пункты вакцинации. Я хочу вакцинироваться, потому что все вокруг болеют, болеют с семьями, и взрослые, и дети. Поэтому, чтобы обезопасить и себя, и домашних бабушек там, вакцинируют сама и советую им тоже. Что-то меня беспокоит. Очень много больных. Не хочу, чтобы моя семья болела тоже. По совету всем тоже, мои дети вакцинировались. Я один остался с семьями, которые не вакцинируют. Я тоже решил вакцинироваться. И буду в дальнейшем пропагандировать нашу плотник век. Думаю, надо обязательно вакцинироваться с семьями. Асель Манапова. Новости ННТ. Ботлихский район. Более 30 тысяч учащихся школ в республике освобождены от посещения занятий и переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в Минобранауке региона. Такое решение принято в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ. Более 10 тысяч школьников учатся сейчас удаленно в одном только Дербенте. Более 5 тысяч в Казбековском районе и около 3 тысяч в Буйнакском. Также в школу не ходят более 2 тысяч учеников в Махачкале и Каспийске. Прием только по записи. С сегодняшнего дня в Дагестане центры «Мои документы» будут работать в ограниченном режиме и вести прием заявителей строго по предварительной записи. Это обусловлено сложившейся эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения распространения коронавируса. Записаться на прием можно на сайте mfcrd.ru или позвонив по телефону единой справочной службы 88722-666-999, а также по телефонам кулцентров филиала МФЦ. Сотрудники многофункционального центра региона просят заявителей приходить в офисы в случае крайней необходимости и напоминают о возможности получения справок через портал госуслуги. Дата перехода в обычный режим пока неизвестна. Сталь, золото, серебром. Холодные металлы ожили в руках известного художника Абдулгамида Канаева и легли в эпиграфических композициях на декоративные плакетки. Необычная выставка мастера золотокузнеца открылась в Дагестанском музее изобразительных искусств. В чем особенность коллекции узнавала Малика Курбанова? Ей слово. Бесмеля. Так называется первая персональная выставка, посвященная юбилею потомственного мастера ювелирных дел из древнего аула Кубачи. И Дагестанский музей ИЗО по сути первый, кому повезло представить уникальную коллекцию Абдулгамида Канаева. Символично, что год, который объявлен годом народной культуры и сохранением материального наследия народов России, мы открываем вот такой выставочный проект, которым как раз традиции дагестанской культуры ярко отражаются. Что интересно, помимо традиционных вещей, свойственных кубачинцам, это лосечки по металлу для украшения оружия, мы представляем, и вот такое ноу-хау, это то, что он впервые нам представляет, это декоративные плакетки. И хотя само письмо на них, вот каллиграфия, она традиционная, и такие коронические надписи мы видим на кубачинских камнях, и эти надписи существовали, вот именно как декоративные металлические плакетки с такими надписями, это уже такое внедрение самого Абдулгамида Канаева. Стоит отметить, что помимо самих тех плакеток, такую неразрывную связь с ними составляет и их деревянное оформление, которое выполнено Меджином Ахмедовым, крыльщиком, а эскизы этого оформления разработаны Абдулгамидом Канаевым и в каких-то случаях ими совместно. Каждая работа – тонкое произведение искусства. В каждой из них автор возносит благодарность и хвалу Всевышнему. Композиция, мастерство исполнения изделий, во всем прослеживается духовность, состояние души и поиск жизненного смысла. Я сестра Абдулгамида Канаева, который сегодня не смог присутствовать здесь. И выставка не случайно называется «Бесмеля». Это то, чему нас учили с самого детства наши родители, наши бабушки, дедушки. Каждый свой шаг соизмерять «Бесмеля». Помнить о творце, помнить о добре. Декоративные панно выполнены в сложной и практически неиспользуемой сегодня технике насечки золотом и серебром повороненной стали. Канаев совершенствует свое умение и по опыту старых кубачинских слотокузнецов обогащает и усложняет работу нанесением поверх насечки гравированного орнамента. Такой стиль придает работам особый почерк. В этот день в адрес юбиляра звучало много теплых слов и пожеланий творческого долголетия. Каждый из вас удивлен увидением сегодня творчеством Абдулгамида вместе с Канаева и Меджидом. Меджид, видимо, выполнял это оформление работ, которые у нас есть на стенах. А мастерство традиционное, я видел многие работы, в том числе прошлого столетия, должен сказать, что Абдулгамида Канаев владеет совершенствием. Просто ищешь, но не можешь там найти никакого изъяна. Просто радуется душа от того, что так овладел мастер своим мастерством. Среди множества работ отдельное место отведено историей знакомства с искусством предков. И, как говорят в кубачи, днем рождения считается не тот день, когда ты родился, а тот, когда сел рядом с мастером. Тогда еще маленький Абдулгамид прислушивался к десяткам, сотням ударов ювелирного молотка своего дедушки Гаджима Мыканаева, которым сегодня работает уже известный ювелир Абдулгамид. А рядом единственная сохранившаяся работа деда – железная рамка для фотографии, украшенная насечкой золотом. Выставка проходит в Дагестанском музее изобразительных искусств и продлится до 13 марта. Малика Курбанова, Нурмагомед Нурмагомедов, Новости ННТ, Махачкала. К этому часу все. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь. Смотрите нас на сайте nnttv.ru. Всего доброго.